Ну, окей, интересно было. Я не знаю, если есть сила и время, я бы еще, может быть, вторую порцию восьми рандомной группы, да? Давай, 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 пока мы все верим. Окей. Да, ну и вот от такого трушного и грязноватого рока к более причесанному, к более... Ну, хотя сейчас ты сам, наверное, скажешь, охарактеризуешь. Короче, группа британская Bring Me The Horizon. И вот последний ее там альбом, два альбома. Для меня это, знаешь, очень хорошо, вот я прочитал в статье, принц сказал про современную индустрию мировую. Сейчас принц, недавно отчаливший на луну, как говорит один мой друг, он сказал, что сейчас вся как бы коммерческая музыка, эта музыка сделанная детьми для детей, короче. И вот эта группа, которую ты назвал, она как раз идеально подходит под вот это все, под этот расклад, как бы. Это такая группа детская для детской аудитории, знаешь, такой в духе Токио-хотель для меня это примерно. Ну, то есть, вот, я просто не очень знающий материал, то есть я видел какие-то пару клипов. Но для меня это очень такое клишированное музло. Я, понимаешь, такие группы по мне, вот, типа там, Enter Shikari тоже, например, которые мне там говорят, мне смешно, говорю, вы послушайте мой альбом «20-летняя давность» и потом послушайте Enter Shikari там с тремя арпеджиаторами, грубо говоря. То есть, они, по идее, очень мелкие. Это как бы молодое поколение западных каких-то музыкантов, понимаешь, они там культивируются, они, может, что-то вырастут когда-то. Но они изначально настолько клишированно мыслят, и у них как бы вот это одна и та же эмоция, понимаешь, она из песни в песню кочует, а песни должны быть разные эмоционально. И там вот это, и я так это, по крайней мере, вижу, вот этот тип вокала, там манера, там аркетекс, есть еще такая группа, да, там. Они вот все вот в этом таком, я не знаю, это такой современный поп-метал, на самом деле. И вот для меня это вот так, и потому что у них, как бы, понимаешь, они, я на грани балансируют электронного и живого звучания, но они как бы и не электронные, они понимают, я так понимаю, до конца, и металл, как бы, а им как бы тоже тяжело тащить на своих ключах. И они вот где-то вот так, они в итоге как закончат, как Джастин Бибер, мне кажется, в каком-то смысле. То есть они уже где-то рядом, я подумал. Да, они рядом. Хорошо, группа Korn. У тебя есть тоже, по-моему, татуировка какая-то по мотивам? Да. Ну или что-то похожее. Ну тогда просто такие, да, были татуировочки. Сколько ей уже лет, она выглядит... Там не одна из первых татуировок, ну 2000-й год, наверное, 2001-й, может, лет 15-то там и делал. Не, ну Korn для меня тоже такая супергруппа, понимаешь? Ну как объяснить, ну они для меня, например, группа такая, которые разочаровали меня так же, как суперочаровали. То есть они просто пошли путем такой, как я, это вижу, такой типа металл звездной группы. То есть я их больше как уличный воспринимал по молодости. И вообще Korn я очень полюбил, потому что у них был вот этот сплав, понимаешь, того, чего я любил максимально вот по молодости, вот в музыке. То есть и вокал, например, там, да, и growling. Но growling-то не в смысле там, знаешь, именно трэш-метал, потому что я же в основном, то есть это раньше трэш-ак был, потом появилась там Pantera, да, грув-метал какой-то. То есть Machine Head для меня тоже была абсолютно вторичная группа. А потом, например, появился альбом Rutsu Sepultura, который абсолютно новый уровень вывел, вот именно тяжелый саунд. В то время, например, я просто был молодой, и я это прям наблюдал. То есть она, например, металлист, они там слышали, там Decide какой-нибудь, там, я не знаю, там, Mobit или похуй. И Sepultura, а потом раз у них выходит Rutsu, они такие, бля, дерьмо. Ну, то есть, а для меня Rutsu, например, это вообще супер альбом, то есть для меня это вообще вышаг. Но потом я уже узнал, что его Рос Робинсон написал все такое после Корна, я же, как бы, узнаю потом все, как на самом деле было. И для меня вот этот саунд был очень важный. И Корна, они, как бы, для меня вот это, как бы, все собрали воедино, что называется. Вот это, там, скажем, мало того, что у них там и саунд был прифанкованный, да, ритм-секция, то есть есть же такая версия, что три группы. Rage Against the Machine, 311 и Корна. Они абсолютно навсегда поменяли лицо музыки, смешав рэп и металл навсегда. И вот Корна для меня тоже абсолютно были супергруппы, смешавшие это все. То есть в первых альбомах и вокалы, и гроулинг, и тексты, которые меня устраивали. И по музлу мне очень нравилось вот это все, вот вообще барабанщики, я там вообще фанат был. Но потом постепенно они просто ушли вот в эту сторону такого, блядь, не знаю, поп-метал, если хотите. Ну да. Американского. И мне это все равно... Почему все туда уходят? Я не знаю, но почему у нас все уходят в попсу? А потому что это, как бы, я так понимаю, как бы там, где они вертятся, понимаешь? Просто вот, например, группа... Извини, что перебиваю, то есть, в принципе, я бы, может быть, или что-то... Я бы тоже уже был какой-то там металл-звездой в каком-то смысле, знаешь? Вот именно в таком, может, плохом смысле слова металл. Потому что они просто там рога, ну, типа, знаешь, типа, о, мы вместе там, типа. И у них вот это пропало, такая вот эта непохожая, такая уличная, как я это называю. Ну, у них вообще, видишь, проблемы с тем, что они там не выгребли, там, не наркоты, они не выгребли. Там, этот ушел, тот ушел. Понимаешь? И они просто потеряли вот эту свою... Они, потому что были действительно группой из всех. И у них, когда кто-то ушел, оно сразу ушло. То есть, Сильвери, он же был уникальный барабанщик просто, ну, об этом можно часами говорить. То есть, опять же, о его барабанах, да? То есть, и то же самое там себе. А потом оно подрассыпалось, и они ушли таким простым путем. Ну, а им тоже же надо как-то играть. И плюс, как сказал Чино Морено, они тоже, как бы, на самом деле... Как бы, как у многих групп, они топчутся в каком-то смысле на месте, понимаешь? При всех их экспериментах. И именно вот в плане лирики, например, да, там, то есть Дэвису, ему уже там 50 лет, он все там... У него такая очень подростковая лирика. Но я тоже понимаю, это такой налет, знаешь, американской вот этой жизни, понимаешь? Он бы, может быть, если бы до сих пор бы, извините меня, лапу сосал бы, он бы, может быть, книжек больше читал. И в какую-то другую сторону надвинулся в плане лирика. А он остается, как бы... И поэтому для меня Дэвтанс, например, будет в плане развития группа, как бы, всегда круче, чем Корн. Потому что меня Корн немного подобломает. Так давай к Дэвтанс перейдем. Давай перейдем к Дэвтанс. Замечательно, мне очень нравится. Я доволен, я послушал, я доволен, мне нравится. Я вижу поиски, я вижу какие-то, блин, я не знаю, я вижу сырой звук, я вижу вот их, вот, такие интересные смеси. Ну да, на живых их выступлениях. Да, на дно, по-моему, в порту каком-то. Было очень жарко, было ли было. Просто пофиг все. Знаешь, такие выступления, пофиг все, дайте посмотреть. Дэвтанс крутые. Давай попробуем перейти к отечественной группе. Ну, опять же, хочется какие-то сказать слова, но лучше ты это сделаешь. Группа Пурген. Группа Пурген, я знаю группу Пурген. Мы с ними даже тусовались много раз. Ну, не много, но несколько. Ну как, Пурген это такая группа, это скорее явление, да, они как бы тоже форму от панк-рока. Они есть в России, есть уже много лет. Да, я знаю, вот я их видел, буквально в прошлом году мы пересекались, они там тоже нас, вы что еще живы, я говорю, да мы-то живы по-любому, а вы-то живы. Но я как бы как музыкантов тоже знаю какие-то творчества. То есть я их воспринимаю как, как бы это сказать, как символ, как символ такого вот хардкор панка, если хотите, урбан панка. То есть я воспринимаю, как бы, я его вокалисты, этого знаю, как его зовут, Забыл. Извините. Пурген. Ну, как его такое имя. Вот, и мы с ним все время, он такой серьезный парень, на самом деле, у них там свои события. И он такой, да, ну, понимаешь, из-за того, что он очень по молодости много выхватил европейской жизни, европейского вот этого восприятия, всего, чего у нас вообще нет. Там же и как бы вот, вот эта вся сквотная тусовка, вот эти все хардкорные, вот эта их жизнь, там вот эти все так называемые веганы там или какие-то там антиглобалисты, они этим живут-то всерьезно. Да не как у нас там они, как бы, знаешь, а там они живут этим, я это тоже знаю просто, и поэтому это другой уровень, понимаешь. И Пурген в этом смысле, он несет правильный дух, вот панк-рока, вот, понимаешь, потому что сейчас вот на самом деле мы вот говорим обо всем, а сейчас такое время, когда реально кто-то несет дух, а кто-то не несет. И это очень важная фигня, поэтому если ты хочешь соприкоснуться реально с духом, а это очень серьезная вещь, то тебе, если ты из неправильных, как бы, ты не хапанешь его просто. И поэтому это сразу видно по группе, она несет дух. То есть неважно там музыки какой, там рок музыки, пусть это будет общее понятие. Это именно на это западают люди, то есть они чувствуют дух, который вне времени, и как бы, видишь, у меня даже комок в горле встал. Вот, поэтому Пурген несет дух вообще панк-рока, я отвечаю. Ну хорошо, еще группа тоже американская, тоже вот из тех, что, наверное, можно назвать им, группа Алисана. Алисана, знаешь, такую группу? Нет. Нет, надо какую-нибудь замену придумать быстренько. Алиса, расскажи. Алиса, нет. Группа Алиса, вот мне надо на альбом учить, я любитель Алисы. Ну хорошо, пусть Алиса, вот вместо Алисана Алиса. У них Алисана, а у нас Алис... Алисан со стажем, что? Следует признаться, я Алисан со стажем. Возможно, я не знаю, может в вашем поколении, как вы себя называете. Хоть я не считаю, что мы сильно далеко, но мы в разных этих... У нас все неформалы в моем молодости, по-любому. Или Алису любили и слушали. И короче, кино, наверное. Да, ну нет, дело не в кино. Я-то вообще весь русский рок знаю. Тут меня как бы... Я такие группы знал, которых как бы и не слушал-то никто. Их было много, и они были гораздо интереснее, чем все, что потом появилось в нашей стране. Как-то ни странно. Потому что тогда реально были более экспериментальные. Алиса. Вот у них недавно вышел альбом. Константин Кинчев, это вот тоже классический пример, вот знаешь, когда вот ты, например, может быть, не любишь группу Король и Шут. Но если бы ты с ним в автобусе потусил бы, ты бы их просто, блядь, не то что полюбил. Ты бы просто сказал, блядь, это охуенные ребята. Но не в том и том же смысле, что все вроде как охуенные ребята. Это вот такие величины личностные, которые накапливают очень много энергии, знаешь. И ты уже... Они уже через такое прошли. И уже неважно, понимаешь, как ты относишься, как творчество. Примерно это эта группа Алиса, понимаешь? То есть я не знаю, был ли ты когда-нибудь еще на концертах Алисы? Возможно, в каком-то фестивале. Я бы не видел там, знаешь, в СКК где-нибудь в Питере, где там 100 фаеров горит одновременно, небо славян там. И тут уже это дело даже не в лирике, и в чем, куда там Костя, кого повел, и вообще вот в этом. Это уже просто настолько, как бы... А если ты изучаешь отечественную, опять же, музыку, для тебя это все равно будет краеугольный камень, потому что ты придешь к тому, что у тебя нет своих родных, там, каких-то, там, знаешь, я не знаю, грубо говоря, там, Rage Against the Machine, там, или там, Саосин, там, или там, что там? From First to Last. From First to Last, там, Autumn from September, там, а у тебя есть что-то свое, и ты поймешь потом, что оно тоже несет, это твой корень, ты не можешь с него оторваться. И вот в этом смысле сервоклубовские группы, или пост, там, советские, как хочешь их назови. Я просто как человек понимающий, я понимаю, что я оттуда черпаю, а я изначально оттуда шел. Это, может быть, кто-то начал музыку слушать, то, что, знаешь, с запада. А я слушал вот Алису как раз, Аквариум. Поэтому для меня тоже у меня есть такие очень сильные влияния, и я вдруг в какой-то момент понял, что они меня охуительно спасают. Что я иногда как бы парился с того, что я на самом деле... Я не парился с этого никогда, но я знал, что я слушаю русский рок, я очень хорошо его знаю, и хоть я и был западником тоже, там, по-моему. Кто-то просто воспринимает такую музыку, русский рок, как некий зашквар такой. Ну да, но они просто сами зашквар, они просто еще ничего не понимают. Они это видят все, знаешь, там, в трех битах, понимаешь. Мы видим уже это в миллионе бит. И ты понимаешь, что это величины другого порядка просто. И я понимаю, что они там не находят каких-то там пантер. Я понимаю, это прекрасно. Но дело не в этом. Просто я, например, как человек, занимающийся русской музыкой, я не могу просто отбросить это, понимаешь. Как бы я не понимаю, что для меня, например, все равно поэтика русская или башлачева. Она будет в вышаг, понимаешь. Я, конечно, читаю тексты, я понимаю английский, свободно говорю, перевожу. Я знаю тексты иностранных групп, понимаю их прекрасно. Но я там дохожу, я говорю, там тоже замечательный текст, там у ребят просто там... На самом деле у всех, наверное, как бы кайфовый групп, у них кайфовые тексты. В отличие, кстати, от русских. У западных, если все-таки, даже если группа может быть там... У нее все равно будет лирика максимально крутая. А у нас... И вот, я поэтому знаю, что мы корень русский, меня не парит. А эти группы, вот кто себя обделяет и обкрадывает, я бы им этого не посоветовал. Что они все равно рано или поздно упрутся. Потому что у них нет западного корня, они не родились в Лос-Анджелесе. И поэтому им придется рано или поздно, и тем более, если они хотят заинтересовать слушателя, а я так понимаю, они хотят. Вот молодые группы. Им придется работать с русским языком. А это очень такая ноша непростая. Им придется все это тащить на себе. И они все равно рано или прутся в Костю Кинчево, и все равно упрутся. То есть петь в России на английском языке, это, ты считаешь, же бесперспективно? Конечно, это бессмысленно. В принципе, у меня есть проекты, я пил на английском, а потом я говорю, да какой смысл-то мы... В России ты поешь на русском, а, например, за границей ты поешь на английском. Это да. А когда ты в России, у меня вот проект Феодок, мы там тоже изначально на английском, доктор поет. И мы-то... Там вообще надо срать на всех, как бы. Но мы... И то даже мы поняли в какой-то момент, что какой смысл мне выходить перед русской аудиторией и там что-то там... I lose my mind, там, знаешь. Я просто знаю, что это глупо. Я просто пою по-русски, там. Я теряю свой мозг, там. И у меня нет проблемы с переводом. Я изначально этот вопрос поднимал, когда занимался, начал творчеством. Я изначально стоял перед собой вопросом, на каком языке я пою, на русском или на английском? Это для меня был краеугольнейший камень, потому что я понимал, это очень важная хрень. И я изначально для себя решила, что я и пою на русском, как бы. И стал эту тему развивать. И это привело, вот, короче, к тому, к чему привело. Я смешал, вот, такой русский язык. Привело к тому, что мы сейчас вот здесь. Да, это привело к тому, что появился под стиль. Я бы закончить хотел этим. Что мы случайно придумали стиль симулякор. Это такой наив метал. Это такой туповатый метал с не очень такими далекими текстами. К сожалению, ну, это как посредственное какой-то симулякор, он появился. Поскольку в итоге же он филологи и котирует. Это ли поскрес сегодня, короче, русского слов и английского языка бы иностранной музыки. Мы его скрестили, а получился мутант. Русский альтернативный металл, блядь, не дай бог, блядь. Такое слово по атрибуте когда-нибудь еще. Да, мне кажется, есть такой жанр. Я надеюсь, что эти все отдадут ростки кайфовые и найдутся классные группы на русском языке, которые все-таки будет приятно слушать и лирику, и музыку, как бы. Окей, здесь становится уже громко и времени мало. Давай попробуем закончить тоже русской группой. Интересно твое отношение к ней, группа «Смех». Да, группа «Смех» вот заходили в гримерку. И пизди с вами ребятам, которые... Да, я знаю, мы вот играли на «Огнях», и там, в общем-то, с ними как-то, ну, мы нормально... Бурген был как раз. Ну да, они на первом фестивале цитировали «Мальчик-девочка», насколько я помню, «Смех», а потом он пришел фоткаться с маридером, видимо, расслабился. Ну, это обычно такая панкрок-группа. В принципе, они как бы в своем, как бы, вот в этом ключе такого пахуистического металла. Ой, металл, панкрока, как бы, да, они как бы нормально. Ну, я знаю, что таких очень много. Это такая рабочая лошадка тоже. Ну, и «Смех» — единственное, что я знаю, мы очень давно их знаю. Просто мы еще только там в 2000 году играли, что-то. Ой, блин, какой-то концерт там наивы, там тоже был «Смех», короче. И вот я понял, смех, смех, что-то там пошел, послушал. Но тогда они немного другие были. Я не знаю, был ли кто-то, кстати, вообще тогда из нынешнего состава «Смеха» в 2000 году, например. Был «Чуб», ну, вокалист. Ну, вот, ну, значит, вот. И тогда они были вполне такой нормальной, вроде, группехой. Ну, и хорошо, что они на русском поют. Меня это радует. Меня вообще радует группа, которая на русском поют. Тем, что они поют на русском, но далеко не тем, что они поют. Хорошо. Ну, все, мы привели время до вашего выступления, я так понимаю. Да. Надеюсь, что это сделали душевно. От души. Все, спасибо. Еще раз двадцатилетие. Хеви-метал и морок. Давайте пить.